Всем привет, народ! Сегодня четверг, с вами Аня Рейли, и давайте обсуждать у нас кучу классных новостей, начиная, конечно же, с того, что нам дали 18 гофов, которые позволяют качать либо трёх дополнительных персонажей параллельно тем трём, которых вы качаете и так, либо открывать награды в гейтах тех героев, которых вы вообще не прокачивали и не собирались. Например, я сегодня забрала все ваучеры из гейтов мю, потому что я не собиралась качать мю, а вот тут дополнительные бонусы, и можно как раз их туда потратить. Плюс я вчера узнала о том, что будет эти 18 гофов, поэтому я задержала на денёчек Дихарта, и свои шесть звёзд он из-за этого возьмёт завтра, а не сегодня. Бесплатные, короче, это всегда приятно. Пишите мне обязательно, кого вы качаете этими бонусными гофами. Можно целых трёх-трёх героев докачивать параллельно базовым. У нас есть ещё два баннера, оба очень интересные, на одном придётся остановиться сильно подробнее. Плюс нежданно-негаданно. Не знаю, может быть, вы знали, я о чё-то не следила, поэтому я не знала, что у нас начинается честная арена. С совершенно феерическим набором персонажей, включающим в себя, например, Розенцель, Патсер, и кого тут только нет. У нас есть даже Эмерик и Густав, все шестизвёздочные, даже Бетти, господи, прости. Можно тратить всякие совершенно разнообразные безудержные тактики. Я без понятия, что буду делать. Но этот режим мне, наверное, всё-таки придётся пробовать, потому что, напомню, здесь офигительные награды даже за три победы. Три победы СССР-аксессуар. Семь побед, куча ништяков. Десять побед, там вообще можно просто обмазаться. Плюс просто десять раз победить, неважно в каком порядке, тоже каждый раз даёт по кристальчике. Всем советую, даже тем, кому это не нравится, хотя бы десять раз сходите, победите. Как минимум, это очень полезный опыт для того, чтобы понять тех персонажей, которыми вы обычно не пользуетесь. Почти как котик, только пвпшный против других игроков. Классный режим. Ещё нам дали очередной косметос для летающего города. Теперь снова появятся, каждый день будут квесты. Мы эти квесты выполняем. Собираем кусочки схемы вот этого вот колеса. Просим о том, чтобы нам их прислали. В общем, всё абсолютно как обычно. Вы знаете, что нужно делать. Если вдруг не знаете, на чём-то застряли, прокликайте склады, прокликайте лесопилки, поищите кусты, на которые вы ещё не кликали. Просто всё прокликать надо. Скорее всего, квест выполнится сам, если вы это сделаете. Ничего особенно интересного, ничего особенно сложного. У нас появился ещё один донат-пак, опять же, для тех, кто всё ещё может доносить в эту игру. В том числе за 65 ашник баксов. Предоставляет нам возможность взять бонусные чары для ковенантов, для тех, кто прошёл жуткий челлендж уровня ковенантов. Из интересного, вот есть второй пак, который предлагает вам выбрать конкретный аксессуар. Конкретные, там, не знаю, свитки, правда, всего один свиток. В общем, и вот этот какой-то полный мусор. Но, может быть, если вас интересуют особенно брейсеры или вот эти вот посохи, 25 долларов. Я бы всё равно не стала отдавать, но дело как бы хозяйское. Я, в принципе-то, не доначу. Вот такие вот сумки по 5 анеке материалов, вот это, кстати, круто и довольно ценно. И дёшево. Относительно. Поэтому, если вы донатите, подумайте об этом. Ещё никому не буду советовать, но и отсоветовать тоже не буду. И на этом можно переходить к баннерам. Причём, давайте мы начнём с самого сложного, самого умудрённого баннера «Сделай сам». Для этого баннера, во-первых, он не фокусный. То есть у вас есть 20% шанса на офф-баннер и 40% на каждого героя, которого вы выберете. Во-вторых, выбор здесь достаточно ого-го какой. Из того, что, возможно, пригодится каждому новичку, потому что я так понимаю, что те, кто начали играть недавно, у них, скорее всего, глаза разбегаются от таких баннеров. Что здесь можно выбрать? Во-первых, «Разенцель». Если у вас нет Тиарис, то это прям сразу мастхэв. За Тиарис можно после этого даже не гоняться, если есть «Разенцель». Если вы интересуетесь в ПВП, интересуетесь фракционным бафом для метеоров и, в принципе, когда-либо собираетесь играть в ПВП, я думаю, вам не помешает «Эпсилон». Мне слышалось, что какой-то там чуть ли не практически весь контент можно пройти Вернером, но, с моей точки зрения, любой контент можно пройти любым персонажем. Поэтому мое дело, конечно, обратить ваше внимание, плюс он в ПВП играется, хоть и не так круто, как «Эпсилон». Не самый плохой персонаж тоже. Одна из моих главных любимец. Флора 2.0. Кстати говоря, в Флоре 2.0 мы открываем его закладку «Реинкарнации» и видим «Лукрецию». И вспоминаем, что у нас в конце октября, практически мне на день рождения, будет баннер, в котором должны быть Флора 2.0 и «Лукреция». Поэтому, если вы не готовы ждать почти два месяца, то можно попробовать потянуть их сейчас. Это одни из лучших вариантов, которые доступны нам в этом баннере. Вот так вот. Если вы готовы подождать, то там будет фокусный баннер, нефокусный баннер, в котором будут такие же шансы, то есть 40 сюда, 40 сюда и 20% на офф-баннер. Ещё. Имеет смысл отсюда тянуть Танцея Джессику и Кристиану. Кристиану и Хильду даже так. Два танка Танцеев одни из самых лучших танков в игре, поэтому я категорически советую, если у вас нету кого-либо из них, во-первых. Во-вторых, если вам нужен танк. В первую очередь мы ориентируемся на то, если вы там совсем самые маленькие, кто вам нужен из ролей. Если вам нужны танки, то вот, Кристиана и Хильда. Можно поставить их обеих в баннер, кто первый выпадет, то и хорошо. Если вам нужны стабильные дамагеры, то у нас есть Лукреция и Танцея Джессика. Почему я называю именно этих героев? Потому что какие-нибудь, там, не знаю, Леоны, Элвины и Бёрнхарты попадаются нам в баннерах каждые полгода. А вот эти герои очень ценные, очень сильные, и их не так часто ставят в баннеры. В том числе и вот этих двух танков. Хиллер, опять же, если нам еще раз попадется в фокусном баннере розенцель, я съем свой галстук. Это будет, конечно, большое-большое чудо. Это для самых маленьких, которые вообще не знают, чего выбрать. Для всех остальных, посмотрите, каких бондов вам не хватает для ваших уже прокачанных, часто используемых персонажей. То есть тот же самый Кватер, если у вас есть уже розенцель, а Кватера нету, возможно, вам понадобится. Для Лукреции может пригодиться Автократа, он тоже не так часто бывает в фокусных баннерах. Всегда, мне кажется, приоритет должен идти следующим образом. Во-первых, необходимый вам герой на необходимую вам роль. Во-вторых, что этот герой редко попадается в баннерах. То есть там, не знаю, какой-нибудь джаглер попадается каждые полгода, я уже сказала, там, Леон. Отсюда их тащить точно не имеет смысла. И в-третьих, кто-то, кто закрывает вам бонды. Дальше уже там можно набирать коллекцию, например, я вот из этого баннера, если бы я выбирала, то я бы поставила себе Кертеза и кого-нибудь еще. Потому что я давным-давно хотела Кертеза. Моя проблема только в том, что как-то это... Кристаллов нет, деньги кончились. Тянуть не на что. Бонды. Новые редкие персонажи. Либо коллекция. Ну, либо кто-то, кто вам давным-давно нравится. Тут я уже ничего не поделаю. Здесь главных назвала. Обратите внимание, после того, как вы вытащите, у вас будет возможность ресетнуть этот баннер до двух раз. Или даже если вы не вытащите, все равно можно ресетнуть. Это не важно. И если вы выставите в этом баннере какого-то героя, который у вас уже 6 звезд, это можно сделать, вам никто не запрещает, то вам тоже будут падать Space Time Essence, которые вы сможете обменивать 50 шардов выбранного вами героя на 50 шардов другого выбранного вам героя. Таким образом, вы типа повышаете свои шансы на прям одного героя. Хотя вы поменяйте 50 на 50, а для того, чтобы вытащить героя, напомню, нужно 60 шардов. Так что это только опция для жестких китов. Вот такой вот мощный баннер. Мощный он потому, что в этот раз, этот баннер у нас бывает второй раз, но в прошлый раз в нем не было ни Лукреции, ни Флоры 2.0, ни каких-либо действительно значимых крутых героев. Крестьяны, по-моему, там тоже в этот раз не было. Сейчас у нас есть вообще все, что можно только душе пожелать. Поэтому категорически советую тащить именно отсюда. Тем более, если у вас уже есть лостом, например. Так, с этим баннером закончили. Обратили внимание, что он идет 2 недели. И смотрим вот сюда. Баннер, что самое классное в нем? Фокусный. То есть первый герой, которого вы отсюда призовете, будет обязательно тот из этих вот, тех, кто здесь нарисован, которого у вас нет. Герои очень специфические, очень нишевые. В том числе, насколько я знаю, они все есть вот в этом баннере, но здесь у нас как бы фокус. То есть конкретно в этом баннере, например, я вытяну СССР, это 100% будет Ликарис 2.0. Более того, я действительно собираюсь так делать. Потому что Ликарис 2.0 это очень странный персонаж, который делает плохо и своим, и чужим. Задуманный для ПВП, но в ПВП не особенно хорошо работающий. И играть ей, конечно же, не собираюсь. Но мы знаем, что будет такой герой, как Эльма 2.0, являющийся танком, заточенным на интеллект. А Ликарис блокирует ей бонд на атаку и интеллект. То есть на основной стат нашего танка. Поэтому все, кто хотят в будущем качать, тянуть Эльму 2.0, обратите, пожалуйста, внимание на этот фокусный баннер. Или возьмите ее здесь, если у вас этот баннер не 100% гарант Ликарис, как у меня. Всем остальным, я бы не сказала, что она особенно запоминающаяся, она дебафует как Бозель, ведет себя как Бозель, но при этом у нее есть противная способность, что она бьет и по своим в том числе. И в конце ее формы она встанется, ходит последним в ваш ход, и ей невозможно управлять. После чего она взрывается и отхиливается. И не самый полезный герой, как я уже сказала. второй персонаж из этого баннера это Шелинка, которая, как интернет-мем, я не перестану смеяться над этой шуткой, главная способность Шелинки в том, что она заставляет вас тратить весь ваш таймер на то, чтобы прочитать, что же она елки-палки делает вообще. При особенных условиях она очень сильно бьет по танку. При других условиях она умудряется снайпить из-под гварда и атаковать дважды. Если вы не справитесь с тем, чтобы прочитать ее скиллы, я вот сейчас честно признаюсь, я уже не помню, что у нее там написано, поэтому если мне вдруг попадется Шелинка в бою, то мне придется ее читать с нуля. Читать это очень важный скилл. Но, если вы точно знаете, что она делает, потому что вы справились прочесть, в принципе, она угрозы вам представлять больше не будет. Вы либо скучкуетесь вокруг танка, либо вы разбежитесь и все, она больше ничего вам страшного не делает. По этой причине она, собственно, и не играет в Апексе, потому что все нормальные игроки ожидают от своих оппонентов, что они умеют читать, умеют считать и неплохо так играют. Потому что, если идти в Апекс с надеждой, что все ваши оппоненты идиоты, вы дальше серебра не уйдете. Горькая правда. Ничего полезного, прям серьезно полезного, она больше не делает. Блокирует Бонду Лорду Кремзонии на атаку и Крюгеру на дефенс. А, я вспомнила, именно ради Крюгера я ее и тянула, помнится, как-то в фокусном баннере. Бонды, опять же, вот, нет, мне кажется, самый важный бонд в этом баннере, это вот. Ну и дальше у нас есть всеми любимая Тяночка Зереда, которой мы не дождемся СП у нас будет ее 2.0 версия, поэтому, к сожалению. Тем не менее, первый и теперь уже не единственный, но все еще хороший фракционный баф для Метеоров. Хороший Ассасин, чьи ножки для текущей меты коротковат, конечно. Тот же самый ростом добегает со старта до другого конца карты, в отличие от нее. Зереда у нас уже давно немножко пауэркрипнуто. С другой стороны, она блокирует тоже очень крутые бонды. атаку на Юли, атаку Юитому, атаку, кстати говоря, будущей своей версии 2.0, так что без нее вообще никак не обойтись. Ну и атаку ферраке, я думаю, вас это не очень интересует. Выглядит как чистейший баннер для закрытия бондов. Так как я более чем заинтересована, более чем розгромом заинтересована тем, чтобы качать Эльму 2.0, я хочу тащить отсюда свой гарант Аликарис. Денег у меня просто плакать хочется сколько, но на одну десяточку мне хватит, а там уже, я надеюсь, будет новый месяц, подъедут стратегические награды, и возможно, я таки до конца баннера справлюсь. У меня сейчас 25, которые я вбрасывала в Юитома. Ой, в Юитома, в Лостома. И, конечно же, я ничего не вытащила, так что будет 30 пить. Баннер с новыми героями, баннер с тем, кем вы хотите, баннер для бондов. Выбирайте, что вам в душе угодно. Еще есть старый баннер с Лавиной и Мариандель, но это уже как бы совсем не актуально по сравнению со всеми остальными. Всем удачи в ваших потягах. С вами была Нерель. Пока-пока.